МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Севастополя в студии Дмитрий Дудко. Сегодня в выпуске. Все здесь люди собрались, для которых Нахимов в их сердце. Он вошел в историю российского флота. 167 лет назад скончался великий русский флотоводец Павел Степанович Нахимов. Какие мероприятия в его честь провели в Севастополе? У нас есть система хранения данных российского производства, она может хранить данные до 100 метабайт. Роботы, цифровые двойники и искусственный интеллект. Участники интенсива «Архипелаг» представили новейшие российские разработки. Вот эта машина стоит здесь незаконно, хотя, казалось бы, там все, знак лежит, и это неверно. Стоянка не по закону. Активисты Севастополя проверили, как соблюдаются правила парковки на местах для инвалидов. Если делаешь один ящичек, то, соответственно, тратится минут 15-20. Если делаешь 10 ящичков, то их можно сделать за 2 часа. Сделано в Севастополе. Как развивается городской бизнес в условиях санкций? На этот раз наша съемочная группа побывала в столярной мастерской. Это такая просветительская, образовательная, может быть, программа. Молодые педагоги консерватории дают мастер-классы, занимаются с детьми. Собрать таланты в одном месте. В Севастополе проходит вторая музыкально-образовательная программа Московской консерватории. Три золотые медали и одна бронзовая. Таковы результаты выступлений севастопольского пловца-паралимпийца Андрея Гранички. Недавно он приехал с открытого Кубка Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов с нарушением зрения опорно-двигательного аппарата. Андрей Граничка победил на своей коронной стометровке брасом, на которой он в прошлом году завоевал золото паралимпийских игр. Также знаменитый спортсмен стал лучшим на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем. А в заплыве на 50 метров батерфляем Андрей Граничка стал третьим. Открытый Кубок Республики Беларусь по плаванию – соревнования альтернативные другим международным. Ведь из-за нынешней политической ситуации российских и белорусских паралимпийцев исключили из международных стартов. В Бресте нашу сборную представляло 104 человека. Команду Республики Беларусь – сорок восемь. Семь человек выступало за сборную Донецкой Народной Республики. Перейдем к другим темам. 12 июля исполняется 167 лет со дня смерти великого русского флотоводца, героя Севастополя и первой обороны города, адмирала Павла Степановича Нахимова. 10 июля 1855 года при объезде передовых укреплений на Малаховом кургане он был смертельно ранен пулей в голову. На месте этого ранения возле оборонительной башни установлен мемориальный камень. Здесь уже в шестой раз проходит митинг-реквием, посвященный памяти Нахимова. Чтобы отдать дань уважения великому адмиралу, сюда пришли представители Севастопольского морского собрания, городского отделения Российского военно-исторического общества, сотрудники Музея обороны Севастополя, историки, общественники, выпускники и курсанты Высшего военно-морского училища, которое носит имя Павла Степановича. Сопровождал церемонию военный оркестр Севастопольского полка войск Национальной гвардии. Здесь прошла панихида и возложение цветов к мемориальному камню. Все здесь люди собрались, для которых Нахимов в их сердце, для которых Нахимов просиял как пример служения Отечеству и пример жизни. Он же тоже слышал слова Корнилова «Отстаивайте же Севастополь». И Севастополь стоял как за последнее место, откуда может пойти зараза английского и французского вторжения. Не пустили. Потому что, в том числе и потому, что Павел Степанович Нахимов совершил свой личный подвиг здесь. Поэтому для нашего города, где есть Нахимовское военно-морское училище, Севастопольское президентское кадетское училище, где воспитываются будущие офицеры, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова, для нашего города это имя святое. Павел Степанович Нахимов – великий русский флотоводец, герой Наварина, Синопа, герой обороны Севастополя. Более восьми месяцев руководил он обороной города, совмещая должности командующего 5-й флотской дивизией, командира порта и военного губернатора города. И при этом Павел Степанович ежедневно бывал на бастионах, вникая во все подробности боевых действий. Защитники верили, пока жив Нахимов, будет жить и сражаться Севастополь. Его называли душой и сердцем севастопольской обороны. 12 июля исполняется ровно 100 лет со дня рождения выдающегося советского летчика-испытателя, героя Советского Союза Степана Анастасовича Микояна. Его отцом был знаменитый государственный партийный деятель Анастас Иванович Микоян. В поселке Кача, где установлен бюст Степану Анастасовичу, в сквере авиатором-гвардейцем собрались школьники, ветераны, местные жители, выпускники Качунского летного училища. Одним из них в далеком 1941-м был и Степан Микоян. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Москвы, воевал под Сталинградом, участвовал в множестве воздушных боев с немецко-фашистскими захватчиками. Войну летчик-испытатель закончил с двумя боевыми орденами в звании капитана и в должности командира звена 12-го гвардейского истребительного полка. Собравшиеся произнесли торжественные речи, возложили цветы к бюсту Степана Микояна. С утра, вот я полчаса назад звонил дочери Ашхея Степановне, поздравил со столетиями ее отца, она в прошлом году была, мы с ней созваниваемся, постоянно поддерживаем связь, ну не каждый день звоним, но периодически мы позвоним, узнаем как дела и все остальное. А вот сегодня позвонил, они сейчас собираются на могилу отца ее на Новодевичье кладбище и отмечать будут столетия такому легендарному человеку. Швеция вслед за США и Литвой обсуждает вопрос признания России террористическим государством и спонсором терроризма на фоне событий в Украине. Делается это по просьбе президента Незалежной. Между тем, сам Зеленский, судя по всему, не считает терроризмом уничтожения Донбасса и не видит ничего плохого в расстреле мирного населения в Херсонской области. Напомню, снаряды ВСУ прилетели в Новую Каховку в ночь с понедельника на вторник. Они попали в больницу, на территорию рынка и в склад с гуманитарной помощью. По последним данным, пострадали 80 человек. Известно о семи жертвах. Спасательная операция до сих пор продолжается. Из-под завалов спасли уже шестерых детей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев так прокомментировал трагедию в Новой Каховке. Далее цитата. Этот удар американскими Хаймарс, это в первую очередь послание людям, которые выбрали новую жизнь с Россией. Это наши люди, мы своих не бросаем. И как бы террористы киевского режима не пытались запугать людей, ничего у них не выйдет. Наша армия добьется поставленных целей. Эти нелюди больше никогда не смогут стрелять по мирным людям и превращать их жизнь в ад. Конец цитаты. По мнению севастопольцев, Запад и Украина давно живут политикой двойных стандартов и подтасовки фактов. И именно Запад превратился в настоящего спонсора терроризма. Террористы это НАТО, Украина, все вот эти. Мы нет. Мы наоборот мирно все хотим и жить. Не дают мирно жить они нам, а не мы. У меня родственники живут в Донецке. И, конечно, мне очень печально, что обстреливают Донецкую область, обстреливают Донецк. Я считаю, что те люди, которые обстреливают мирных жителей, они террористы. Я называю их террористами. Они нам не дают жить как бы. Я не считаю, что Россия станет террористов наоборот. Террористами скорее можно было бы назвать тех, кто спонсирует эту войну. И террористов, которые воюют на стороне против нас. В нашем городе продолжается сбор книг и учебников в рамках всероссийского проекта «Книги детям Донбасса». Благотворительная акция организована региональным отделением «Единой России». Любой желающий может принести литературу в общественную приемную партии. Волонтеры подготовят книги к отправке, сформируют комплекты литературы для библиотек, школ и детских садов ЛНР и ДНР. Организаторы отмечают, в республиках сейчас дефицит российских изданий. А основная масса литературы, которую обнаружили на освобожденных территориях, русофобского содержания. Книги были, которые взращивали ненависть к России, к русской истории. И сейчас мы должны сделать все, чтобы дети Луганской, Донецкой и освобожденных территорий Украины изучали истинную историю. А детям вернуть их детство. Почему мы собираем книги, развивающие книги для малышей в детские сады? Потому что все начинается вот с этого зернышка. Организаторы акции отмечают, что в руки детей попадут только новые книги. Часть подаренных изданий отправится военнослужащим участникам спецоперации. Остальные пополнят библиотеки отдаленных районов Севастополя и городские книжные шкафы. Один из таких установлен в экопарке Лукоморье. Нам привезли, сегодня привезли из партии «Единая Россия», книги, которые наши члены партии привезли, собрали для того, чтобы включить систему букросин, чтобы жители Севастополя смотрели, читали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Севастополя Михаил Развожаев указом президента России включен в состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации. Напомним, что 3 июня Михаил Развожаев стал главой комиссии по образованию Госсовета России. А в СФГУ прошел семинар, где участники интенсива «Архипелаг» презентовали результаты деятельности Центров компетенции национальной технологической инициативы. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета рассказали о возможностях цифровой платформы по проектированию автотранспорта, авиационной техники, а также о применении роботизированного 3D-принтера для печати изделий больших габаритов. А представители Центра на базе МГТУ имени Баумана на фоне импортозамещения показали отечественную единую платформу, объединяющую большую базу данных, а также платформу искусственного интеллекта. У нас здесь представлены наши разработки на выставке. В целом у нас есть система хранения данных российского производства Баум. Она может хранить данные до 100 метабайт. Система может находиться в защищенном контуре, имеет сертификаты НДВ-2 и рекомендована сегодня в работе с госкомпаниями и фаивами. С 1 сентября вступает в силу поправки в гражданский кодекс, позволяющий изымать у собственников нежилые помещения за нецелевое использование. Так, к примеру, хозяин, устроивший свалку в гараже, рискует его лишиться. В эту же категорию попадают машиноместа и сарай. В случае нарушений имущество будет принудительно выкупаться. Далее другие новости дня. Правительство России разработает федеральный реестр долгостроев. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и дальнейшего ввода в эксплуатацию таких объектов. Реестр даст возможность оперативно решать все формальности. В Госдуме поддержали законопроект «Единой России» о защите персональных данных от утечек. Согласно документу, операторы должны будут незамедлительно сообщать уполномоченным органам власти об инцидентах с базами данных, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие для ликвидации атак на российские информационные ресурсы. При трансграничной передаче операторы должны будут уведомить в обязательном порядке, и в случае угрозы национальной безопасности передача будет ограничена. С начала лета в водохранилище Крыма после обильных осадков поступило почти 3 миллиона кубометров воды. Приток в Белогорском водохранилище составил 10 миллионов кубометров, в Симферопольском – 12 миллионов, в Чернореченском – полтора миллиона. Суммарный объем воды в крымских водохранилищах к началу июля составил 213 миллионов кубов. Для восхождения на Ай-Петре теперь понадобится пропуск. Оформить его необходимо заранее, заполнив форму на сайте «Заповедный Крым». Оформление для крымчан бесплатно и займет несколько минут. Для тех, у кого нет крымской прописки, пропуск будет стоить 150 рублей. Он также понадобится при посещении водопада Учан-Су или любой другой территории в Ялтинском заповеднике. При оформлении пропуска и посещении заповедника при себе необходимо иметь паспорт. В России стартовала программа молодежного и студенческого туризма. В ней понимают участие вузы из 109 городов. Отправиться в путешествие могут студенты, аспиранты, победители конкурса «Большая перемена». Для этого им предлагается три направления. Стажировки на производствах и участие в научных мероприятиях, смена специализации для получения новых навыков и компетенций, а также культурно-познавательные мероприятия для личностного развития. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте stup-туризм.рф. Мы продолжаем информационный выпуск, и вот о чем расскажем далее. Вот эта машина стоит здесь незаконно, хотя, казалось бы, там все, знак лежит, и это неверно. Стоянка не по закону. Активисты Севастополя проверили, как соблюдаются правила парковки на местах для инвалидов. Если делаешь один ящичек, то, соответственно, тратится минут 15-20. Если делаешь 10 ящичков, то их можно сделать за два часа. Сделано в Севастополе. Как развивается городской бизнес в условиях санкций? На этот раз наша съемочная группа побывала в столярной мастерской. Это такая просветительская, образовательная, может быть, программа. Молодые педагоги в консерватории дают мастер-классы, занимаются с детьми. Собрать таланты в одном месте. В Севастополе проходит вторая музыкально-образовательная программа Московской консерватории. К середине 2023 года в Севастополе будет полностью завершено лицензирование всех объектов здравоохранения. К этому же времени медучреждение планируется дооснастить всей необходимой техникой. Об этом в прямом эфире нашего телеканала заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Когда начинали эту работу в 2020 году, у нас было где-то 37%. Сейчас мы почти к 70% уже приблизились. То есть, в принципе, по оснащению техникой, по необходимым медицинским оборудованием и по таким вот приведению в порядок помещений к лету следующего года мы должны полностью завершить. Понятно, что это, может быть, останутся еще какие-то ремонты дополнительные. Но, тем не менее, поступательно мы идем. Детская поликлиника, вы знаете, в Балаклаве достраивается тоже. То есть большое количество сейчас задач, которые подходят к финальной стадии. Ездить на велосипеде, играть в футбол или теннис – даже это реально для людей с инвалидностью, имеющих вместо ноги протез. Спортивный мастер-класс для севастопольцев организовали представители общественной организации инвалидов «Опора». Также в двухдневный визит гости обсудят с представителями профильных государственных структур вопросы реабилитации инвалидов. Подробности в сюжете. На них смотрят с восхищением. Ведь они не только равны с нами в возможностях, они гораздо сильнее нас. Это о людях, которые в силу обстоятельств после ампутации конечностей получили инвалидность, но не сломались, преодолели и даже достигли паралимпийских высот. О том, что жить полноценно может каждый, доказать и показать приехали соучредители Общероссийской организации инвалидов «Опора» Владимир Киселев и Алексей Егоров. Сегодня мы будем акцентировать внимание на тех упражнениях, которые нам будут помогать впоследствии овладеть протезом, и чтобы мы им правильно и не задумываясь уже пользовались. Все равно у нас человек управляет протезом, а не протез будет потом помогать и за него ходить. Такого, я думаю, в скором будущем точно не предвидится. Прошли те времена, когда протезы выполняли только функцию маскировки увечья. Сегодня это высокотехнологичные модели, позволяющие людям с ограниченными физическими возможностями вернуть трудоспособность. Электронные микропроцессорные коленные модули уже используют севастопольцы. Денис Савченко его испытал на себе. На этих протезах можно, практически все, можно бегать, можно воды не бояться, то есть можно купаться, можно, практически все можно в этих протезах делать. Они очень мало ограничивают, то есть это замечательная вещь, это восторг. Стоимость подобного технического средства реабилитации от 4 миллионов рублей. Однако получить его бесплатно помогают государственные программы и реализация их профильными службами. Пройдя медико-социальную экспертизу, установив группу инвалидности и получив индивидуальную программу реабилитации, человеку прописывают технические средства. Получить их он может несколькими способами. Первый способ – это выдача, мы производим закупку и выдаем инвалиду изделие. Второй способ – это инвалид приобретает его самостоятельно и обращается к нам за компенсацией. И третий способ обеспечения, не так давно появился – это сертификат. По сертификату сейчас не все ТСР пока можно приобрести, но уже большую часть можно. По словам Александра Кулагина, в ближайшее время в Севастополе будет реализован один из пилотных технологических проектов. Создание центра, где люди смогут проходить социальную и медицинскую реабилитацию, в том числе и протезирование. Все на месте, в хороших климатических условиях и с хорошей социальной программой, с культурной программой. Ну, чтобы люди, попав в этот реабилитационный центр, прошли полный набор, скажем так, помощи и понимали, что надежное плечо в городе им подставлено. Наталья Шульга, Деливер Меджитов, новости Севастополя. Парковка с ограничениями. Общественники Севастополя вышли в рейд, чтобы проверить, как соблюдаются правила стоянки на местах для инвалидов. В центре города, особенно в летний сезон, найти свободное место человеку с ограниченными возможностями почти невозможно, уверяют активисты. Так ли это? И что делать с нарушителями, которые паркуются не по закону? Расскажем в сюжете. Площадь Лазарева – самый центр города. В разгар рабочего дня найти свободное место – тут большая удача. Почти все пространство для машин забито под завязку. И даже отдельные парковочные зоны для инвалидов заняты автолюбителями. Причем не всегда на законном основании. Смотрите, вот такая ситуация. Стоит машина на парковочном пространстве для инвалидов. Но и лежит знак, да? Но на самом деле есть такой федеральный реестр инвалидов, в котором все обязаны зарегистрироваться. И машина по факту не принадлежит ни инвалиду, ни лицу перевозящему инвалидов. В федеральном реестре этого человека нет. То есть фактически этот человек нарушает закон. Это 5000 штраф за вот то, что он делает. Вот это нарушение закона. К сожалению, подобные уловки далеко не редкость. Такие рейды по выявлению любителя оставить свой транспорт на местах для инвалидов активисты проводят на протяжении трех лет. Как показывает практика, основная проблема для людей с ограниченными возможностями здоровья за рулем – малое количество специальных стояночных мест и некультурное поведение других водителей на парковках. Иногда приезжаешь куда-то и вообще нет инвалидного места, приходится просто с людьми становиться. А бывает рядом машина, ты выйдешь, вроде бы сходишь куда-то, приходишь, а машину близко поставили, что невозможно опять залезть. Приходится людей просить, чтобы они отъехали мне, чтобы дверь открылась. Стоянка обычного транспорта на местах для инвалидов – не просто проявление неуважения к людям, но еще и нарушение закона. Машину без опознавательного знака могут эвакуировать, а на водителя наложить штраф. Причем ждать сотрудников ГИБДД на месте парковки не обязательно. Информацию о нарушении можно зафиксировать и отправить через специальное приложение. Приложение называется «Решаем вместе». Оно привязано к порталу госуслуги. Очень простое, не требует никакой специальной верификации и так далее. Все быстро оформляется. Достаточно приложить фотографии или короткого видео. Всего за час, пройдя по самым популярным местам стоянок транспорта, общественникам удалось зафиксировать больше десятка нарушений. Каждому вручили памятку или оставили ее на лобовом стекле, чтобы все, кто припарковался не по правилам, вспомнил, для кого конкретно предназначены эти места. Алевтина Игнатьева, Андрей Тымчук. Новости Севастополя. Деревянные экологичные игрушки, наборы для творчества, интерьерные элементы. Новые перспективы открываются не в простое время для тех, кто ведет свой бизнес. Наша рубрика «Сделано в Севастополе» продолжает рассказывать о севастопольских компаниях и предприятиях, которые работают и успешно развиваются в условиях санкций. В этот раз под объектив нашей телекамеры попала столярная мастерская «Смета». Останется их шлифануть, ящичек шлифануть, он уже, в принципе, готов. Выпил заготовки, сборка, шлифовка. Такую процедуру проходит дерево, прежде чем станет готовым изделием. Материал полностью натуральный, а готовая продукция безопасная и экологичная. Такую изготавливают в Севастопольской столярной мастерской уже два года. В приоритете – качество и скорость. Если делаешь один ящичек, то, соответственно, тратится минут 15-20. Если делаешь 10 ящичков, то их можно сделать за два часа. Юлия и Юрий Панковы приехали в Севастополь из Кирова четыре года назад. Оба строителя стали возводить дом для себя и тут же занялись малоэтажным строительством для других. Спустя два года с рождением дочери открыли новое для себя направление – столярное дело. В дальнейшем оно стало определяющим виктором их профессионального развития. Однажды мы подумали, что пора бы стремиться к чему-то лучшему у нас, сменить обстановку свою, какой-то новый этап в жизни пройти. И решили выбрать другой город. Этот регион нам так понравился, что мы решили, нужно что-то производить, что-то свое для людей делать. Для дома, для бизнеса – в подарок. Игрушки, наборы для творчества, интерьерные элементы. Только экологичные изделия из дерева разных пород. Это то, что изготавливает сейчас семья Панковых. Качественные изделия востребованы. В столярной мастерской пошли заказы. В мае месяце мы о себе заявили, скажем так, участвовали в ярмарке на День предпринимателя. И с тех пор у нас больше и больше пошел поток. На супруге вся техническая часть. То есть он технически все выполняет. Я как вдохновитель больше, я работаю больше с заказчиками. В таких условиях санкции развитию бизнеса не помеха, а толчок, уверяют предприниматели. Кризис – это время новых возможностей и поиск новых решений. Мы только рады сложившимся обстоятельствам. Потому что у нас основной материал – это дерево, древесина. Она с той поры сильно упала в цене. То есть себестоимость продукции за счет этого снизилась. По уходу с рынка, допустим, зарубежной компании, таких как Тикурила, мы заранее начали просматривать отечественных поставщиков и подобрали для себя новые варианты из отечественных поставщиков. В планах развиваться и дальше. Приобрести новое оборудование, расширять объемы и линейку ассортимента. А пока за работой родителей пристально наблюдают их дети и уже стремятся продолжать их общее дело. Вот домики раскрашиваю. Цвет подбирать интересно. И пока есть такие мечты и делаются первые шаги на пути к их осуществлению, севастопольский бизнес будет иметь свое успешное развитие дальше. Ирина Варава, Андрей Вовк, Новости Севастополя. В Севастополе проходит вторая музыкально-образовательная программа Московской консерватории. Это проект, объединяющий лучшие творческие силы ведущего музыкального вуза России и талантливую молодежь Севастополя и Крыма. Проект реализуется второй год при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Подробнее о самой программе и ее участниках в следующем сюжете. Главное не спеши, чтобы это не было таким общим помолом в крупной форме. Ценные советы, рекомендации, наставления севастопольской музыкальной молодежи на мастер-классах дают столичные специалисты. Площадка известная, одна из старейших среди учебных заведений Севастополя. Музыкальная школа номер один имени Римского-Корсакова. Музыкально-образовательная программа Московской консерватории имени Чайковского проходит в городе Герои уже второй год подряд. Пять мастер-классов от именитых педагогов и лучших студентов столичного вуза и ее образовательная составляющая. Мастера музыки приехали, чтобы прослушать талантливых ребят. Среди столичных педагогов – бывший воспитанник Севастопольской музыкальной школы. Эльмар Гасанов покинул ее стены 21 год назад. Сейчас в родной город приехал в роли наставника. Просветительская, образовательная, может быть, программа. Молодые педагоги, как консерватория, дают мастер-классы, занимаются с детьми. Помочь и, может быть, найти своего будущего ученика. Да. Часто такое бывает, что на мастер-классах просто знакомишься с учеником, какой-то контакт происходит, и в итоге через какое-то время этот ученик приезжает учиться в Москву. В Севастополе всегда была сильная фортепианная школа. Количество участников проекта растет, и в этом году в образовательной части их стало более 50. Вместе с ними на отдельные мастер-классы выходят уже состоявшиеся профессионалы, и не только из Севастополя. В этом мастер-классе участвовали и педагоги, и артисты Крымской филармонии, и учащиеся Северопольского музыкального училища. Это большой багаж для вокалиста – услышать мнение о своем исполнении, ты что-то подчеркнешь для себя новое, какие-то технические моменты. Для меня это возможность услышать со стороны преподавателей, которые, я считаю, высокого ранга в московской консерватории. Московские педагоги тут же оценивают уровень участников проекта. Очень удивил уровень и как голосовых данных певцов, певиц, сегодня были девушки у нас, также и технический их уровень, да, это уже какое-то мастерство, которое они показывают. Даже вот маленькие вот эти вот дети, ну, девушки, скажем так, они уже имеют достаточный потенциал для того, чтобы говорить о чем-то, что они смогут продолжить свое обучение. У них грамотные педагоги, это все видно, очень слышно и очень-очень приятно. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. История у нас началась в прошлом году нашего совместного творчества в год 155-летия Московской консерватории по приглашению руководителя Севастопольского симфонического оркестра Владимира Николаевича Кима, по приглашению Департамента культуры города Севастополя. Еще одна составляющая проекта – концертная. Лауреаты престижных международных конкурсов, студенты и педагоги Московской консерватории перед севастопольским зрителем выступят сами. 13 июля в Севастопольском центре культуры и искусств пройдет камерный концерт вокально-инструментальной музыки. А 15 июля в гала-концерте столичные метро сыграют вместе с Севастопольским симфоническим оркестром под руководством Владимира Кима. Ирина Варава, Михаил Волобуев, Сергей Котляренко. Новости Севастополя. И в завершении выпуска прогноз погоды. 13 июля в Севастополе ясно, без осадков, ночью плюс 18, днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24. Атмосферное давление и влажность в пределах нормы, ветер переменный, преимущественно западный, температура воды у побережья плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. В студии работал Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего хорошего и до встречи в эфире.